Компания «Видеосоветы» и киностудия «Леньфильм» представляет новый проект для ленивых. Если ты диваны дав на нашей планете, то нуждаешься всегда в «Видеосовете». Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или много раз прочитать. Почти народная мудрость! Добрый день! Мы поздравляем вас с приобретением соковыжималки указанной модели. Она принадлежит к семейству шнековых низкооборотных соковыжималок. Такой способ отжима позволяет вам получать соки непревзойденного качества из самых разных фруктов, овощей и даже трав. Мы смогли представить вам муляжи лишь нескольких популярных в отжиме продуктов – винограда, питательной и целебной травы, красного перца, ананаса, апельсина, экзотического яблока и бананов. Для подготовки к отжиму вам необходимо их помыть, почистить и порезать на кусочки удобного для проталкивания размера. Поменяв насадку, вы можете на той же соковыжималке получать пюре, выбрав подходящие для этого фрукты, овощи и травы. Дальше вы можете экспериментировать уже сами. А наша главная задача – показать, как правильно обращаться с этим чудесным изобретением, чтобы оно работало правильно и как можно дольше. Сначала покажем разборку. Вариант для сока. Перед разборкой, после отжатия сока, обязательно включайте на несколько секунд реверс. Итак, снимаем верхнюю часть, слегка повернув против часовой стрелки. Мы пользуемся одной рукой для лучшей наглядности, а вы смело беритесь за дело обеими руками. Вытягиваем вверх сам шнек. Вынимаем блок лопастей и фильтрующую сетку. Разделяем их. Осталось снять чашу для приготовления сока, повернув ее против часовой стрелки. Мы видим основные детали соковыжималки. Самое массивное – это корпус с низкооборотным двигателем. Ось двигателя имеет на конце шестигранник для зацепления со шнеком. Еще на корпусе мы видим белое зубчатое колесико. Оно входит в зацепление с колесиком на чаше. Итак, чаша для сока. Чаша имеет трубку для сока и трубку для жмыха. Снизу мы видим резиновый уплотнитель, который отодвигается для лучшей чистки и мойки. Потом верните его на место. Фильтрующая сетка сделана из высокопрочной нержавеющей стали. Блок лопастей тоже имеет зубчики для зацепления с колесиком. Главный рабочий орган – шнек. Именно он своими лопастями медленно протирает продукты через фильтрующую сетку. Благодаря чему мы получаем максимальный отжим высочайшего качества. Вот крышка чаши с приемным желобом, загрузочным люком и толкателем. Начинаем самую ответственную часть – сборку. Вот зубчатые колесико на корпусе и вот на чаше. Они должны войти в зацепление. Ставим и доворачиваем по часовой. Проверяем зацепление. Максимально плотно сажаем сетку в блок лопастей. Находим метку на чаше и метку на сетке. Вставляем по меткам и обеспечиваем зацепление блока лопастей с колесиком. Убеждаемся в правильности посадки. Плотно вставляем шнек, обеспечивая его посадку на вал двигателя. Находим метку на ручке чаши и метку на крышке чаши. Совмещаем с доворотом по часовой. Но главное впереди. Если заработало – собрали успешно. Нет? Проверяйте сборку. При затруднениях отжатия и перед разборкой пользуйтесь реверсом. Сборка-разборка насадки для пюре значительно проще. Здесь нет никаких зубчатых зацеплений. Сняли крышку, сняли шнек, сняли чашу для пюре. Чаша для пюре имеет одну трубку, но большего размера. На ней есть метки для совмещения. Шнек используется общий, но теперь без сетки. Он своими замечательными лопастями сделает вам пюре. Крышка чаши с приемным желобом, загрузочным люком и толкателем. Имеет меньший размер. На ней тоже есть метки. Теперь сборка. Одеваете чашу, как это делаем мы, с доворотом по часовой. Плотно вставляем шнек и сажаем его на вал. По меткам на чаше и метки на крышке чаши заканчиваем сборку. Как и перед этим, контролируем правильность сборки и включения. Наш девиз. Сними и расскажи лучше нас, а мы покажем вас. Мы любим советы со всего света.